Всем привет! Меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта Курилка Гутенберга, и это наш подкаст «Стань ученым», в котором мы приглашаем ученых, представителей науки, популяризаторов с темами поговорить немного о науке. И сегодня наш гость Александр Панчин, популяризатор науки, биолог, писатель, блогер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института проблем передачи информации имени Харкевича Рен. Привет, Саша! Привет! И сразу, наверное, с места в карьер первый вопрос такой, даже не то чтобы вопрос, а вот сейчас мы живем уже полтора года в таком измененном мире, и все согласились уже с таким существованием, вот мы живем в условиях пандемии, как вот ты про это все можешь сказать, какой тебе не то чтобы мнение, а впечатление о том, что сейчас происходит, и что будет дальше, то есть вот закончится ли пандемия? Вот недавно, я вот сегодня буквально читал новости о том, что Pfizer придумал наконец-то таблетку от коронавируса, ее так назвали, от ковида, и какие надежды, вот есть ли свет или нет? Ну вообще, конечно, все очень печально, особенно в России, тысяча с лишним человек в день умирает, как на войне, может быть, не мировой войне, но на войне, вполне серьезной, и, конечно, то, как люди относятся ко всей этой ситуации, оно удручает, какое количество людей не хотят носить маски, не хотят прививаться, полностью игнорируют любые вообще рекомендации, которые могут давать, некоторые даже воинственно очень отстаивают свою точку зрения, вплоть до, там, обвинений людей, которые пытаются заниматься каким-то просвещением в том, что они все это делают, потому что им платит, там, большая фарма, рептилоиды, Билл Гейтс, все вот эти истории про чипирование, и вообще коронавирус, мне кажется, он раскрыл некоторую очень печальную, ну, уже существующую реальность, да, это огромная, огромная проблема образования, в том числе, кстати, медицинских работников, потому что людям выписывают, да, при коронавирусе, там, орбидол, людям выписывают гомеопатию, людям выписывают, там, оргоферон, анаферон и всякую такую чушь, людям дают очень странные рекомендации, в том числе, типа, прививкам от некоторых врачей, есть много врачей-антивакцинаторов, и это тоже очень напрягает, вот, то есть, коронавирус все это, как бы раскрылось, понятно, что все эти проблемы, они были раньше, просто они не были так заметны, а вот мы оказались в такой кризисной ситуации, и все вот эти вот ужасные вещи сработали, в чем-то это вообще историю все больше напоминает вот то, что было в моей новелле в Апофинии про мир победившего млекобесия, потому что они там тоже сталкиваются с кризисом, и как раз моя идея была в том, что, как вот мир, в котором торжествуют всякие антинаучные взгляды и идеи, вот, что произойдет, если случится кризис, и там, как раз, и кризисом, как раз, тоже являются, ну, они это считают проклятием, вот, но мы понимаем, что это не проклятие, которое распространяется, и все больше и больше людей заболевает, ну, и что они с этим делают, поэтому я смотрю и думаю, блин, пророческая книга практически. Как на твой взгляд, сколько еще волн нам предстоит пережить, или в какой-то момент коронавирусная инфекция нами будет восприниматься как грипп, вот, сезонный? Ну, значит, обсудим разные вещи. Во-первых, по поводу волн. По-видимому, волны возникают не сезонно, как у гриппа, а у них есть своя периодичность, которая, по-видимому, связана с ослаблением иммунитета людей со временем. Это, во всяком случае, согласуется с тем, что мы видим в Израиле, например. Ну, то есть, ослабление иммунитета не сезонным. Ну, да, то есть, допустим, люди появились, или люди переболели во время некой волны. То есть, когда вирусом, с самого начала было понятно, что вообще не все люди равновероятны в плане заражения, потому что какие-то люди сидят дома, ну, просто в силу образа жизни. Да, есть люди, которые могут работать за компьютером у себя дома, там, фрилансеры и так далее. Ну, а есть люди, которые постоянно оказываются на крупных мероприятиях, да, там, не знаю, есть какой-нибудь там диджей или сотрудник сферы обслуживания и так далее. И вот в хроновирусной инфекции в самом начале большой роли были суперраспространители. Люди, которые... Один человек никого не заразил, а другой человек заразил 100 человек. Вот такого рода ситуации. И у нас в начале, я подозреваю, что многие суперраспространители заболели. Люди, которые в силу своих особенностей вот так вот так живут, что они могут, могли бы заразить большое количество людей. Сейчас мы видим, что со временем иммунитет сослабевает. Люди, которые болели раньше, могут заболеть повторно. Люди, которые вакцинировались, там, год назад, например, могут заболеть повторно, поэтому придумали ревакцинацию. И, кстати, вот по Израилю данные показывают, что ревакцинация в 10 раз снижает заражение, хотя, казалось бы, по сравнению с вакцинированными, да, то есть три дозы против двух. Хотя, казалось бы, да, те люди тоже вакцинированы той же самой вакциной. То есть, по-видимому, действительно, иммунитет со временем падает. И вот эти волны, они связаны не столько с сезонами, не столько с тем, как эволюционирует вирус, потому что, да, появился вот этот дельта-вариант. Сейчас вот есть какой-то новый вариант, который является чуть-чуть измененной дельтой, которая чуть более заразна, который, может быть, потихонечку будет вытеснять, но пока сложно сказать точно. Но, тем не менее, вот прям каких-то радикальных вариантов, прям очень сильно отличающихся от дельты, мы вроде бы не замечаем. Но при этом волны продолжаются. И это непонятно, что должно это переломить. Казалось бы, стратегия могла быть в том, чтобы единомоментно огромное количество людей оказались вакцинированы и одновременно, ну, то есть, достигнуть популяционного иммунитета в глобальных масштабах в короткий прежуток времени. Вот если верна гипотеза с тем, что вот эти волны связаны с ослаблением иммунитета у людей, которые уже переболели, в том числе суперраспространителей, тогда прогноз печальный, потому что мало, то есть, у нас есть, допустим, компании по вакцинации, но они очень сильно растянуты во времени. И у нас есть люди, которые болеют, но и болезни тоже растянуты во времени. И в итоге у нас все время есть люди, которые доступны для вируса. И, соответственно, все время есть люди, в которых вирус будет продолжать эволюционировать. И значит, что будут появляться со временем другие, более заразные варианты. И как бы не очень понятно, когда это может закончиться. Ну, хорошо, но вот были же пандемии и до этого. То есть, пандемия — это слово не новое, и я думаю, что в среде ученых или людей, которые интересуются этим вопросом, все знают про испанку, еще про другие. И, наверное, если заглядывать вообще далеко, там в средние века тоже же были эпидемии, пандемии. Почему ученые как-то не выработали какое-то единое мнение по этому поводу, то есть, единая стратегия действий? То есть, сейчас оно как бы есть, но в разные страны по-разному поступают. Хотя, казалось бы, опыт накоплен какой-то уже. Или этот опыт нерелевантен к коронавирусу? Чем коронавирус отличается от других вирусов? И в чем его ключевые отличия, вот, например, от той же испанки? Когда была пандемия, можно сказать, погибло много людей, там цифры разнятся, там от 50 до 100 миллионов человек, и потом она внезапно закончилась. А что переломило вот испанку, и почему такое же не может случиться с коронавирусом? Как ты думаешь, в чем отличие, может быть? Не, ну, как бы, я не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос. То есть, это не так просто. Почему превратилась испанка? Насколько было легко дважды переболеть испанкой? Насколько людей отличались генетически от тех, которые умерли от испанки, от тех, кто не умер от испанки? Насколько она была избирательна в том, кого она убивала? То есть, исчезновение испанки, это связано с чем? Это связано с тем, что один раз ты переболел, больше не заболеешь, потому что испанка была таким вирусом, который... Ну, это как гипотеза, да? Таким вирусом, который возникал устойчивый иммунитет, который не пропадал со временем. Или, может быть, испанка просто выкосила определенную часть населения, которая была более склонна к тяжелому течению в случае с этой испанкой. Я, ну, то есть, может быть, кстати, есть, может быть, кто-то это изучал, да, но я таких исследований не видел, поэтому я затрудняюсь ответить. Коронавирус, ну, это не грипп, да, это другая разновидность вирусов. У них свои особенности. С одной стороны, да, он не так быстро эволюционирует, как грипп. С другой стороны, мы видим, насколько он более опасен, чем обычный грипп, в плане, если человек заразился им. Вот набор симптомов, которые мы видим, то какие органы поражаются. То есть, коронавирус SARS-CoV-2, у него рецепторы, с которыми он связывается, АЦЕ-2, вот, они очень много где расположены, и очень многие ткани и органы страдают от коронавируса. Там и сердце, и отдела кишечника, и поджелудочная железа, и плавые ткани, ну, про легкие все знают. Вот, это про терябоняние тоже интересный момент, да, это очень характерный и необычный симптом. То есть, он очень быстро размножается в клетках человека, особенно дельта. Очень большая вирусная нагрузка возникает. Ну, опять же, я думаю, что по большинству из этих признаков, да, можно найти вирус, который похожий. Но вот в нем как-то сочетается целый набор неприятных для нас факторов. То есть, есть вероятность, что она с нами навсегда, и не будет это, как вот сейчас сезонный грипп у нас, а будет действительно вот всегда такая фаза острая, можно сказать, всегда будут волны, и всегда придется там чуть ли не локдауны устраивать, и это на всю жизнь с нами до скончания веков, или что? Или все-таки, как ты думаешь, то есть, твои прогнозы, то есть, ну, понятно, что прогнозы никто не может дать, но твои ощущения на основе тех данных, которыми ты обладаешь, то есть, ты же следишь за этим уже активно полтора года, ну, я бы прогнозировал, что ситуация может улучшиться за счет нескольких вещей. Ну, во-первых, да, вот мы упомянули лекарства, если появятся лекарства, то, ну, по крайней мере, будет не так тяжело болеть. С другой стороны, эти лекарства пока что очень дорогие. Ну, прогнозируется, что они будут очень дорогие. То есть, их еще как бы нет, но... Ценник уже есть. Ценник уже примерно накидан, да. Там говорят, что для бедных стран будут скидки, но, в общем, ну, в принципе, с другой стороны, конечно, ничто не мешает какой-нибудь компании, допустим, российской, украсть. Или дженерик, типа, сделать. Ну, дженерик будет запатентован, но сделать что-то очень похоже. Ну, насколько я знаю, очень тяжело скопировать такую же молекулярную структуру, это же там разные технологические процессы. Это все непросто, но можно подумать, что кто-то попытается. Вот у меня вопрос как раз касаемо лекарства, потому что, окей, вакцина, я примерно могу понять, как она работает, ну, очень поверхностно, на бытовом уровне. Но что такое лекарство от вируса, лично у меня есть ощущение... Сразу орбидол. Ну, да, то есть, то, что любое лекарство от вируса – это фуфломицин. Ну, не любое лекарство от вируса – это фуфломицин. Действительно, мы просто привыкли к тому, что... То есть, есть иммуномодуляторы какие-то, а что это тогда? Нет, просто большинство людей сталкиваются, там, допустим, с гриппом, и мы все в курсе всяких там кагоцелов, орбидолов, аноферонов, эргоферонов и всякой вот такой вот сомнительной продукции, которая непонятно вообще, что должна делать, а в некоторых случаях понятно, что она точно ничего не делает, ну, когда препарат просто не содержит действующего вещества, например, в случае с саргофероном или анофероном, а просто, ну, там ничего нет, просто вспомогает на вещества. Вот. Когда мы говорим про противовирусные, так и есть противовирусные, которые работают по понятным механизмам. Есть там ацикловир, есть препараты против ВИЧ, очень эффективные, которые подавляют его размножение. Если мы говорим про лекарства Пфайзера от коронавируса, то, значит, ну, там, всех деталей я не знаю, но то, что заявлено, это фермент, который, ну, не фермент, ну, это лекарство, которое блокирует фермент, один из ферментов вируса, который важен для его размножения. Вот, в принципе, сейчас в современной фарме очень распространено такой дизайнерский подход к лекарствам, то есть сначала ищется мишень, то есть есть вирус, мы знаем, как он работает, как он размножается, мы находим что-то важное для него, какой-нибудь фермент, который важен в его жизненном цикле, и дальше мы попытаемся найти, может, сначала предсказать с помощью компьютерного моделирования, а потом проверить экспериментально в культуре клеток, а потом уже в клинических исследованиях, какое-нибудь вещество, которое может взаимодействовать с этим ферментом, вступить, влезть в его, там, в каталитическое ядро, например, и нарушить его функцию. Сначала такое вещество предсказывается, может быть, не одно, а там кандидатов, может быть, 100 тысяч, из них проводится скригинг, то есть смотрят, какие действительно из этих препаратов могут подавлять активность такого фермента в пробирке, потом смотрят в опытах на животных, что будет, если животное, зараженное вирусом, получает такой препарат, ну и дальше какие-то из этих препаратов оказываются безопасными и при этом эффективными. Заявленная эффективность, надо сказать, что очень высокая. Они заявляют 85% эффективность при отвращении, госпитализации, смертей и так далее. Чуть ли там не в 10 раз почти получается. То есть это очень серьёзно, да, и они утверждают, что они это исследовали уже на выборке в больше и более тысячи человек, и что они досрочно прекратили исследование, потому что оно оказалось слишком эффективным. По поэтическим принципам. Ну, признавьте себе, да, что у вас есть люди, которые попали в клинические исследования, одним дают пустышку, другим лекарствам, вы уже видите, что лекарство работает, а вы продолжаете людям давать пустышку и обрекаете их на негативный исход. В таких случаях действительно исследования прерывают досрочно, это нормальная практика. При этом есть критерии для заранее прерванного исследования. То есть, когда набирается определённая статистика, то всё. И вот вопрос тогда получается. Со спутником же было примерно то же самое практически. Там после второй фазы буквально сразу сказали, что уже можно применять. Третья фаза шла, и уже практически в производство чуть ли не запустили. Они сказали, что мы первые в мире, и в принципе действительно получается это так. Вот как получается в этом ключе будут смотреть на фазер, что они там прервали исследования, и кто-то не будет же говорить, что вот я приму таблетку, не будут ли побочные эффекты выше, почему недоисследовано. Скорее всего, таких людей тоже найдутся. Но вопрос такой. Мы-то живём в России, и доступнее будет вот эта вот пилюля фазера для России или мерк, или какие-то другие западные. Почему на Западе это придумали? Почему Россия не первая? Вот вакцину мы первой придумали, а вот эту таблетку нет. В чём отличие? Ну и с вакциной, на самом деле, когда была опубликована первая, вторая фаза из клинических исследований по спутнику, в том же Лансетте уже была опубликована тоже, по-моему, тоже это была первая, вторая фаза, она называлась, но тоже исследований вакцины Consenal Biologics, которая очень похожа на спутник в плане своего устройства, как вакцина. Но надо сказать, что их первая, вторая фаза, она уже насчитывала более 500 человек в контролируемом эксперименте, где были люди, получавшие прививку и получавшие плацебо, и там у них уже была показана эффективность. И когда я, например, для себя принимал решение вакцинироваться, третья фаза по спутнику ещё не была опубликована, но я как раз исходил из того, что это очень похожая вакцина на вакцины китайскую, а китайская вакцина, по ней были данные, пусть и первой, второй фазы, но с явным сравнением тех, кто болел, тех, кто был привит, и тех, кто не привит. Но плюс была первая, вторая фаза по спутнику, с которой ничего с этим исследованием, по большому счёту, кроме того, что иммунитет возникает. Но эффективность там нельзя было померить, потому что там не было людей, которые получали плацебо. Вот. Поэтому, грубо говоря, мы действительно первые зарегистрировали вакцину, но мы зарегистрировали её в некотором смысле фальстартом, авансом. Дальше оказалось, что это оправдалось постфактум. В момент регистрации у меня и многих людей были вопросы, как бы, а почему вы регистрируете вакцину, хотя доказательств её эффективности ещё нет. Ну, как бы, и мы видим, что есть ещё две другие вакцины российские, которые такие зарегистрированы, но доказательств их эффективности до сих пор нет. И я думаю, по одной из них мы их не увидим никогда, потому что, скорее всего, их нет, и они не могут быть, а по второй они, скорее всего, окажутся намного слабее. Ну, получается, вот тогда вопрос про спутник ещё раз. Всё равно есть люди, я думаю, в твоём окружении тоже есть люди, которые не прививались, скорее всего, наверное, и у них, наверное, свои доводы есть. Вот какие самые распространённые доводы, точнее, даже не то, чтобы распространённые, можно даже, наоборот сказать, самые экзотические доводы, которые ты слышал по поводу того, почему до сих пор человек не привился. То есть, что он говорит? Вот сейчас многие раньше говорили, да, вакцина не исследована, мы не будем прививаться, наверное, имело место быть. А сейчас уже привито там 100 миллионов, может быть, больше людей спутником в мире вообще. Ну, в мире, да. И там в России 100 миллионов доз поставили. А сейчас говорят, допустите Pfizer, мы хотим выбрать Pfizer, может быть, более эффективно, потому что там уже несколько миллиардов доз уже. А какие вот ты слышал последние, наверное, такие интересные? Ну, во-первых, хочу сказать, что в моём окружении, то есть в моём ближайшем кругу общения, будь то научный мир, будь то научно-популярная тусовка, я не сталкивался с людьми, которые не появились. То есть это очень хорошее у тебя окружение? Да, это, мне кажется, неправильная выборка. Неправильная, да, не релевантная выборка. Совершенно точно выборка нерепрезентативна относительно популяции, но я к тому, что те люди, которые, в принципе, интересуются наукой, следят за ней, и они знают, что такое научные журналы, и что такое исследование, и что такое контрольная группа, у них особых вопросов, ну, как бы, не возникает. Вопросы возникают у людей, которые не понимают вообще, о чём идёт речь, и им приходится либо вообще, руководствоваться собственным каким-то интуитивным представлением о мире, либо они не знают выбрать, какому из авторитетов прислушаться. Да, то есть, вот есть один доктор наук, который говорит, что прививки вас убьют, и есть другой доктор наук, который говорит, что срочно всем делает прививку, и для него, как бы, нету разницы между этими двумя этими. Потому что, если учёные вдруг между собой ещё не договорились, то с чего он вдруг им должен доверять. На самом деле, вот у меня вопрос как раз относительно общественного доверия к науке. Я ещё на предыдущий не ответил. А, да, там ещё один вопрос был. Там, нет, просто там был вопрос, вопрос был про то, с какими страшилками, ну, не страшил, с какими аргументами я сталкивался. Вот, прям экзотично. Потому что я только что, да, вот выложил этот пост про 20, топ-20 аргументов, но они-то как раз все были самые популярные на поверхности, а из экзотичных... Ну, если вспомнишь попозже... Прямо экзотичные аргументы против превью, прямо очень экзотичные. Ну, кстати, я совершенно за то, чтобы Pfizer был в России доступен, и Moderna, и все остальные. Потому что, если есть какой-то, допустим, допустим, есть там 3% населения или 5% населения, которые готовы появиться, но только не российскими вакцинами. Ну, вот потому что у них такие убеждения. Ну, пускай они превьются чем-нибудь, потому что для того, чтобы достигнуть популяционного иммунитета, вот того самого, надо, чтобы устойчивым к вирусу, да, там было, ну, с учетом того, к вирусу эффективно распространяется, я думаю, процентов 70 населения, а может быть и больше. Это вообще-то из этого вытекает, что-либо мы должны провакцинировать что-то типа 100% взрослых, либо мы должны начать вакцинировать детей, вот, я думаю, что мы-таки должны вакцинировать детей, и в совокупности, если мы наберем 70-80% населения будет привито, тогда мы что-то получим. Ну, тогда, значит, каждый 5%, грубо говоря, важный, вот если есть 5%, которым нужно принципиально Pfizer, дайте им Pfizer, как бы, мне кажется, что Россия должна это понимать, и нужно... Должны пойти по этому пути. Нужно это сделать, нужно предоставить такой... Пусть это будут коммерческие какие-то компании, которые займутся этим, но кто-то должен, ну, эту возможность должен кто-то сделать, вот. Ну, опять же, мне кажется, это повысит доверие в том числе и к российским вакцинам тоже, потому что скажут, что, ну, типа, не пытаются впихнуть нам что-то. Да, будет выбор у человека. Будет выбор у человека, когда у человека есть выбор. Есть очень забавное это исследование, которое я посмотрел у Дэна Ариэли, который поведенческой экономикой занимается, про Боба и этого, и Боба-урода. Значит, знаете, поделись. Это очень забавное было исследование, где берем девушек, ну, или парней, неважно, показываем фотографии потенциальных партнеров, ну, то есть, девочка-мальчиков, мальчиков-девочек, ну, в данном контексте. И просим оценить привлекательность. И набираем фотографии, которые примерно одинаково оценены, то есть, ну, одинаково привлекательных людей, скажем так. И дальше мы одну из этих фотографий берем и немножко в фотошопе портим. То есть, есть Боб, а есть, условно, Боб-урод. То есть, мы ему добавили каких-то некрасивостей. Дальше мы показываем, мы знаем, что есть Джон, есть Боб, и есть, допустим, Боб-урод. И есть тройка Боб, Джон и Джон-урод. И мы показываем теперь людям тройки, зная, что изначально Боб и Джон оцениваются одинаково привлекательно. И выясняется, что в присутствии Боба-урода людям Боб начинает нравиться больше, чем Джон. А в присутствии Джона-урода Джон начинает нравиться больше, чем Боб. Ну, и там дальше шутка про то, что вот поэтому если идти на вечеринку, возьмите с собой друга, который похож на вас, но чуть менее симпатичен. Потому что человеку вообще тяжело понять… Им нужно для сравнения что-то. Да, человеку тяжело понять объективно, кто красивее, кто умнее, кто лучше, что выгоднее. Но в некоторых сравнениях люди, ну, скажем так, выбор очевиден. И когда есть очевидный выбор, то проще сделать очевидный выбор, чем задумываться над выбором неочевидным. Это выбор вакцины. Ну, конечно, Pfizer, вот, поэтому, значит, если есть, да, то есть, как бы, вот есть выбор, который стоит перед человеком сейчас, типа, прививаться русской вакциной, там, или не прививаться. Вот. Вот он думает. А если бы была вакцина еще какая-нибудь, то, может быть, выбор стояло между, вот, есть вакцина такая, как бы, а есть вакцина, ну, охрененная же, просто очевидно. Ну, то есть, для кого-то, может быть, выбор бы сильно облегчился в пользу вакцинации. Вот вопрос относительно как раз причин, по которым люди не вакцинируются и чуть шире, если брать, в принципе, недоверие к современной науке, то, что современная наука, она становится настолько сложной, что очень тяжело объяснить необходимость каких-либо действий или вот как раз правильного выбора, то есть, по тем же причинам, по которым маркетологи на любые упаковки, я не знаю, даже на автомобиле уже начинают писать нет ГМО, то есть, это то, что человек просто не понимает, что это, ему гораздо легче определиться, если ему просто говорят, что там все естественно, ничего вообще нет, просто чтобы он не задумался над таким сложным мировым. Ну, грубо говоря, его выживание от этого не зависит, но сейчас сложилась такая ситуация, что выживание его зависит от этого, точнее, даже не его, а окружающих людей, но все равно человек не хочет, допустим, вакцинироваться, да, хотя он понимает, что если у него снизу, я имею в виду немного шире, я имею в виду уже не только пандемию, а в целом, что есть огромное количество тем, в которых, ну, то есть, обычное антивакцинаторство, тут можно говорить и про пандемию, и без нее, то есть, вот, люди настолько не доверяют современной науке некоторые, что даже среди врачей есть недоверие к вакцинам, и вот, совсем давно в новостях можно было слышать, как врачи, скорой, в какой-то еврейской автономной области, да, они увольняются, лишь бы не вакцинироваться, хотя вроде бы это сотрудники медицины образованные и так далее. Ну, вот, недавно была история с этим, с гомеопатом, который был, он врач, вот, он был против превью, как и многие гомеопаты, это важный момент, что вообще сторонники альтернативной медицины, которые, кстати, присутствуют в нашей системе здравоохранения, не очень даже там, даже в очень престижных медицинских учреждениях, считающихся престижными, могут преподавать всякую полную лабуду, типа, вот, лечение подобное подобным, вот это, сверхмалыми разведениями, сверхсильными разведениями, вот, и, ну, вот, тогда был врач-гомеопат, который был против превью, отчего, как вы думаете, он умер. Ну, понятно. Ну, вот, то есть, медицинское образование в России не гарант адекватности. Ну, вообще, образование само по себе не гарант, в целом, если взять, там, физики, там, где угодно, то есть. Мой вопрос, скорее, был про то, вот, можно ли, в принципе, как-то убедить человека, который, вот, до такой степени, вот, врач, который сам работает, скорый, и отказывается вакцинироваться, готов уволиться ради этого, лишь бы отстоять свою позицию. то есть, такой уровень доверия вообще можно как-то преодолеть, или, ну, то есть, тем, вот, как раз, который всплывает на фоне вот такого глобального недоверия к вакцинации, то, что, каким образом людей заставить, и одно из предложений, вот, которое нынче становится все более популярным, это введение какой-либо, там, административной дробь уголовной ответственности. то есть, если человек не готов, как сказать, разумным каким-то принципам следовать, то пусть следует принципу кнута и пряника. То есть, действие, как бы это единственный способ, или есть какие-то еще? Ну, мы сейчас все пытаемся это как-то аргументировать, обосновать, и привести доводы, и, конечно, люди очень разные, на каких-то людей доводы могут действовать, на каких-то нет, и каких-то врачей можно переубедить, каких-то нет. Но, действительно, идея с такой обязательной вакцинацией, действительно, обязательной, не там, потому что QR-коды, еще что-то. Ну, вообще, мы знаем, что во многих странах мира, и есть вакцины, которые всем обязательны. И это нормально. Не хочешь вакцинироваться, окей, тогда ты живешь в бункере. Как бы, вот, под землей и ни с кем не контактируешь, потому что, вообще-то, это не только твое личное дело. То, что ты можешь кого-то заразить, поддергнуть кого-то, опаздывать, вот мне, кстати, больше всего это раздражает в поведении людей, что люди, там, не знаю, человек с температурой идет куда-то на публичное место. Или на работу. На работу, да. Человек с температурой идет, как бы, ну, а что, я, типа, я переживу, то есть, я жертвую собой, как бы, и вот и дух, потому что надо идти работать. Окей, нет, бывают, конечно, всякие очень тяжелые ситуации, где у людей по финансовым причинам они не могут себе позволить никуда-то не пойти, но, вообще-то, на это положено всякие больничные, для этого есть законодательство, которое должно защищать людей, которые болеют, и чтобы они не ходили на работу. Вот. Но, значит, вот люди абсолютно наплевают, с кем могут относиться к здоровью окружающих, и это, конечно, очень сильно печалит. Это раз, да. а два, по поводу обязательной вакцинации, но вот, по-моему, это та ситуация, где, скажем так, пользы от нее было бы намного больше, чем вреда. То есть, ты, если бы, вот, в водиле, ты бы выступал за? Я очень долго про это думал, я, на самом деле, с самого начала всей этой истории, когда меня спрашивали, мне все время этот вопрос все время задавали, но с тех пор появилась вакцина, о том, как я отношусь к обязательной вакцинации, потому что, с одной стороны, идея обязательности чего-либо, оно противоречит моим либеральным взглядам вообще на жизнь. Я считаю, что каждый человек имеет право делать все, что ему хочется, если не вредит другим. Но здесь сроблена как раз та самая история, что ты имеешь право делать все, что хочется, если не вредит другим. Если ты не вакцинируешься, то ты увеличиваешь свой потенциальный вред другим. Ну, не обязательно, можно обязательно вакцинации можно примера тех кто не вакцинируется они сидят дома например дома на замок и как в китае двери заварить да 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 это было превентивные меры как бы есть есть меры которые как мне показалось она работает действует на людей в некоторой степени это вот та же история с QR кодами окей то есть есть вещи какие-то базовые вещи которые понятно что лишить их людей это было бы негуманно нельзя лишить людей возможности там том числе работать и общественный транспорт но вот идея с кодами хочешь окей но если хочешь пойти на какой-то массовое мероприятие изволь иначе просто не будет этих массовых мероприятий иначе просто придется постоянно варить какие-то дурацкие локдауны причем эти локдауны то они не настолько локдауны имели смысл в начале когда система взрывоохранения была не готова они имели бы смысл если это был бы как в китае когда они капитальные длительные масштабные после этого после того как вы дождались две недели примерно человек заразен с коронавирусом если вы делаете локдауна две недели капитальный в котором вас никто вообще никуда не выходит все сидят дома и у вас минимальное количество случаев после этого заражения и вы каждый случай пытались мониторить из такого стоило где-то вам заметить зараженного человека в это место опечатываете да это тоже может работать но те локдауны которые делаются у нас сейчас но они как бы но это смешно это как бы это как гомеопатии лечить болезни то есть как бы все равно все ездят все равно все ходят все равно окей там но там главное что прервалась небольшая вот эта цепочка прервалась вроде прервалась сейчас вот вышла на можно сказать такое плата выходим но неизвестны официальные данные все таки это то есть в этом прикол да то есть что либо то есть мы хотим достигнуть полиционного иммунитета это да это вакцинации или все переболеют его максимальное количество людей либо если мы хотим пытаться снать юс до достижения полиционного иммунитета то нужна какая-то сверхридикальная мера но это сверхридикальную меру никто не не думаю не осилил мне кажется есть вариант тоже слышал ну и одно из предложений то что если человек отказывается вакцинироваться то его может просто штрафовать до момент пока он не вакцинируется и деньги как правило как показывать в принципе практика намного эффективнее конечно подталкивается к активным действиям то есть ладно я заплачу очень сделал себе укол но не буду платить 5000 рублей каждую неделю такой момент мне кажется важный это борьба с фальсив фальшивыми сертификатами с фейками сертификатами и тут тоже мне кажется что современное законодательство она в этом плане немножко плохо устроена поясню почему все запретить нет у нас как бы как по-хорошему нужно закрывать прежде всего тех людей кто это организовывает потому что это люди с ну по-видимому раз они могут организовать вам фальшивый сертификат у них есть это доступ но это это не фальшивый сертификат и мы просто не ставят уколы и груди говоря выдают сертификат реальный вот просто укола нет вот мне кажется что вот это должно очень сильно оказываться когда медицинский сотрудник вот такую вещь делает или когда кто-то делает фейковый сертификат и они тоже человек его приобрел почему потому что в текущей ситуации человека ты его приобрел он не заинтересован сдать того кто это позволил вот мы если бы человек который сдавал нарушителя получал амнистию а может быть ну окей прибыль хотя бы амнистию вот тогда можно было бы просто пройтись по всем по всем объявлениям по всем знакомым по всем сообщениям местах где выдают фальшивые сертификаты но добровольцем каким-то и все их прикрыть всех посадить недавно же была новость про греческих врачей да 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 что они вкололи хотели вколоть физраствор то что к ним приходили люди которые готовы были заплатить по 400 евро чтобы им вкололи обычный физраствор вместо файзера так врачи брали 400 евро и плали и кололи им файзер боясь что их вдруг обнаружат и найдут то что они кололи физраствор поездить наказанными кололи настоящую вакцину и тепло и все довольны все выигрыши тоже интересная энергию у нас в россии тоже такие случаи я думаю и не знали что ну вот у меня недавно бывают люди понимали особенно это очень серьезно значит мой друг просил меня сказать помочь посоветовать что-нибудь его подруге которая не может обратиться к медицинским к медикам потому что у нее поддельные сертификаты вакцинации есть а она заболела коронавирусом и вот она боится что того вакцинирована она или нет ее могут неправильно лечить и поэтому а сказать она боится потому что это наказуемая и поэтому она с температурой там лежит не там естественно тяжелый случай не вакцинированная же вот и она не может вызвать скорую из-за таких вот опасений ну и соответственно ну как бы я и только сказал лишь ну передал что лечим лечить будут одинаково как бы поэтому лучше вызвать это лучше или не жить как бы я считаю что это конечно что то есть вот это такого типа поступок это глупость покупать сертификат вакцинации это глупость полнейшая но никакая глупость эти которые из-за которой человек должен умереть конечно у меня вопрос так как мы в принципе говорим вот про антивакцинацию но людей которые не хотят вакцинироваться и про то что у людей достаточно большое количество каких-то лженаучных убеждений бывал ли ну ловил ли ты сам себя на том что понимал что какой-то твой взгляд на тот или иной вопрос может быть не сейчас там но за всю твою жизнь был скорее лженаучным то есть ловил ли ты себя на темной стороне так скажем ну а темной стороне я себя ловил когда ну например у меня был пост даже статья достаточно рано в моей научно-популярной карьере про глобальное потепление и хотя я его написал довольно сдержанно то есть не в духе того что вот такой типа нейтрально типа не вот но тем не менее он был по моим современным оценкам довольно макобесной то есть там были некоторые аргументы которые были просто неправильные вот я потом несколько лет спустя посмотрел очень хороший научно-популярный фильм одного youtube блогера вот у него никнейм в ютюбе под холер 54 он какой-то журналист вообще на научно это зарубежные зарубежные да по-моему из австралии если не ошибаюсь вот и вот он очень классно прошелся в том числе под некоторым аргументом которые я находил водоподобными вот ну например да там один из аргументов к этому звучит так что ну вот раньше ученые думали что вообще глобальное похолодание по теперь потепление не могут определиться а вот он просто приводит статистику по научным публикациям что даже вот в те времена когда появляли статьи по глобальное похолодание ну да были такие статьи вот была там одна-две и уже тогда было там 50 100 200 я не помню куча статей где говорилось противоположное что так бывает науки что да есть там конкурирующие гипотезы 1 там является мейнстримной друга является маргинальный вот это цитирование маргинальные гипотезы и в общем то тогда я понял что вот не стоит браться за темы в которых ты не настолько хорошо разбираешься не специалист да ну или по крайней мере нужно уделить теме сильно больше внимания ну вот такой вопрос тогда получается ты же специалист ли ты в области вот коронавируса или не специалист как ты оцениваешь себя ну я обыскать так что как каждое существенное утверждение которое я делаю по этой теме основана на научных публикациях которые я могу а привести б понять то есть ты считаешь что ты можешь просто ретранслировать мысли авторов научной статьи которые говорят о том или ином там не знаю линии там о чем-то связанным с коронавирусом и ты считаешь что вот то что ты транслируешь оно верное хотя ты не специалист в этой области как ты с этим вот ну я биолог я не являюсь вирусологом хотя я вообще у меня и даже научной публикации по коронавирус про его происхождение и про его мотогенез то есть какие-то вещи по него я знаю как ученый как ученый вот так вот вот другие вещи то есть меня вопроса там типа эффективности вакцины такого рода вещь вот ну сам я исследование безопасности вакцин не проводил но эти исследования я считаю как если взять допустим статью тема глобальное потепление пойму ли я статью в журнале nature по климатологии нет пойму ли я статью с клиническим исследованием вакцины спутник да то есть каждое слово каждую букву каждую запятую каждый анализ почему он поведен так а не иначе как он сделан это я могу понять поэтому вот по этому критерию для себя заключаю что я не просто и транслирую научную точку зрения я транслирую с пониманием то есть ты уверен в этом исследовании я уверен что я его правильно понял я уверен что я могу оценить правильно ли она сделана по своему дизайну но вот были же такие случаи в науке даже в нейчер ты с ними знаком наверное про исследования по моему на мышах или что-то которые отзывались и вот ты встречался с такими статьями которые отзывались но ты думал что они правильные и все нехорошо знали я примеры статей которые отзывались по которой я думал что они ну или вообще вот ты был уверен что от работа научно она вышла и вот она хорошая сто процентов про него можно писать людям рассказать и она не будет ну грубо говоря фейковый или не будет как ты вот в этом убеждаешься вот такой пример вот того о чем ты сейчас говоришь чтобы отозвали если показалось что прям совсем фейковая статья написал и на кене отзываем что не ложь встречи про неточности какие-то но и не ложь такого примера я не могу припомнить своей научно-популярной карьере за всю ее историю я могу привести примеры истории где была статья которая была нормальная в которой не было каких-то очевидных ошибок но потом ее пытались воспроизвести оказалось что она не воспроизводится и есть объяснение того почему она может не воспроизводится и вот такого примера истории что я это и транслировать но и потом сняли транслировала то что это не воспроизводится такой пример я могу привести но вот одна из таких историй была с исследованиями где ученые проверяли как нарисованные глаза влияют на просоциальное поведение людей гипотеза была в том что когда люди люди ощущают пусть и субъективно за ними кто-то смотрит они пытаются вести себя лучше в общем можно было бы зато это звучит разумно в принципе не противоречит каким-то очевидным фактам исследование выглядело разумно по своей методологии то есть там был был контроль был эксперимент был статистический анализ претензий к нему нет вот интересный эффект потом оказалось что да почему-то не воспроизводится ну вот это не значит что эффекта точно нет это значит лишь то что мы более не можем смело утверждать что он есть и нужно наверное посмотреть почему кто прав почему то есть исследователи отличаются может быть секрет в каких-то деталях которые может быть мы даже не до конца понимаем ну вот не менее да вот и транслировал какую точку зрения которая оказалась наверно не очень не настолько достоверный как как думалось такого примера можно привести на такого чтобы исследование было и правдоподобным и вписывалась научную картину мира да так в общую и при этом не содержал ошибок явных я ее и транслировал а потом ее отозвали полную фигню такого я не припомню но это хорошо это значит ты можешь сразу сказать публикация хорошая достойная как ты вот определяешь если это улетели кстати вот есть одна история который и я в некоторой степени но в этом плане горжусь значит есть замечательных мишек она мана думаю медленно решай быстро и мы знаем сейчас там был скандал про то что не все исследования в этой книжке воспроизводится там некоторые воспроизводятся другие нет и я помню когда я читал эту книжку были не красные это эксперимент от которых у меня бомбило то есть типа что за что за бред вообще ну то есть там много было экспериментов которые ну скажем так вообще-то много экспериментов начнем с этого да там описывается очень много экспериментов какие-то из них кажутся более разумные какие-то нет вот самый вот бесящий эксперимент после которого думал блин типа чего еще такое хотя вроде бы там приводится нормальные данные это была за тема про то что люди которым говорили всякие слова намекающие на старость они после этого когда шли из экспериментальной будки него неважно по коридору шли медленнее как будто бы в мысли о старости сделали их более медленно я так и думаю блин ну и чё-то какая-то лажа и окажется был один из тех примеров работ которые 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 потом оказались плохо воспроизводимы вот но мне не просто интуитивно показались странными но кроме интуиции вот есть какие-то критерии по которым ты оцениваешь научную работу может быть научно-популярную статью на что ты смотришь на что ты обращаешь внимание то есть какие-то вот базовые я бы расширил немного вопрос потому что ты спрашиваешь прям про научный стать ну да я думаю все таки не про про менялся ближе к обычным людям то что как в принципе можно отличить науку от ложе науки не первая формулировка больше ты же работаешь с материалом самое самое главное дает на самом деле дизайн исследования вот и я как раз когда сюда ехал я просто сегодня еще одно мероприятие я после этого подкаста еду дискутировать с астрологом поздравляю и я показ поэтому сегодня думал по дизайн эксперимента в астрологии и я открыл бог моей оппонентки так сегодня узнал кто будет моей оппоненткой в общем некая дама не с instagram в этом инстаграме она постит фотографии из себя и астрологические мысли вот примерно так и рекомендации там у нее но некоторые утверждения звучат примерно так что вот 25 сентября день собаки и всем нужно идти гулять и это принесет денег ну вот такой прогноз звучит он звучит на самом деле с 1 ст. она этот язык она этот прогноз сделала таком понятном обывателю языке но я как ученый его моментально трансформирую в гипотезу гипотеза как звучит гипотеза гипотеза что если мы возьмем 100 человек и из них случайным образом выберем половину и отправим их 25 сентября гулять а половину заставим сидеть дома и смотреть сериалы вот то и тогда если мы посмотрим средние изменения там их доходы через полгода или там через какое-то время то у первых денег будет больше чем у вторых то есть мы очень абстрактное заявление мы его превратили в проверяемую гипотезу и дальше возникает вопрос кто-нибудь когда-нибудь ставил такой эксперимент и если нет то как мы можем утверждать что что пойдя погулять в день собаки может привести к появлению денег вот и ответ на этот вопрос нет никто такой эксперимент не ставил естественно и мы заключаем что вот то что сказано это просто надуманная чушь всем же успехом я бы сказать нужно пойти погулять в день бобра в день сурка в день водолаза я не знаю есть такие дни но можно придумывать есть водуという день но получается это все-таки но не чушь как бы это гипотеза, то есть она вот сказала, но не проверяла. Ну, она-то это формулирует не как гипотезу, а как утверждение, как теорему, да? То есть недоказанная гипотеза сформулирована в виде фактического утверждения. Да. И вот ты считаешь, вот если... Это если уже наука, если что. Уже наука, это когда недоказанная гипотеза формулируется в виде утверждения. Но ты каждую, так скажем, идею, которая тебе кажется ненаучной, пытаешься построить из нее гипотезу, или у тебя все-таки есть так скажем, какие-то основные моменты, на которые ты обращаешь внимание, если ты, например, слышишь, ну, допустим, это будет не из твоей области, там не из биологии, а допустим... Климатология, как раз. Ну, там, климатология. Допустим, климатология. И человек берет и, допустим, кто-то утверждает, что о каком глобальном потеплении может идти речь, если каждую зиму по 30 градусов. вода мороза. Ну, то есть, если... То есть, как можно... Как можно это проверить, грубо говоря? Проверить, в принципе, составить условную карту действий для человека, как он может понять, что перед ним чушь, а не наука? Ну, я для себя вот этот вопрос задаю всегда, или почти всегда. То есть, главный вопрос — это, откуда вы это знаете? Вот. И вопрос этот риторический часто, потому что намекает на то, что ниоткуда вы это не знаете. Но есть второй вопрос, да? Это, а в принципе, откуда такое можно было бы знать? То есть, понятно, что конкретный человек мог бы апеллировать каким-то данным, но можно переформулировать, в принципе, как можно было бы такое знать. Ну, как в примере с этой, с днем собаки. Вот в принципе знать, да, про это можно было только тем способом, который я описал. Или чем-то очень похожим, да? Другого способа, в общем-то, как бы нет. Ну, грубо говоря, да, все знание, которое у нас окружает, оно же было изначально научным знанием, оно, может быть, было в виде статей, эти статьи базировались на статьях других ученых. Мне кажется, что ты очень упрощаешься. Я имею в виду научное знание, то, что мы знаем о мире, оно базировалось на статьях, эти статьи базировались на еще других статьях. В итоге все базируется на чем? Ты имеешь в виду научные статьи, ссылки, да. Базируются на научных статьях. Да. Но, в принципе, все, что мы знаем о мире, не базируется. Не базируется. Я имею в виду, что вот научная часть, да. Придем к климатологии, то в Майоне профессиональное видение, да, ответ на вопрос, откуда мы это знаем, да, что вот есть наука, которая изучает то, как взаимосвязаны различные процессы в атмосфере, на земле, в воде и так далее, там температура, уприняковые газы, вот есть такая наука. И про это, понятно, как можно ставить эксперименты, исследования, можно измерять величину парникового эффекта, можно измерять интенсивность солнечной радиации, да, можно смотреть в историческом плане зависимость одного от другого, можно строить, соответственно, математические модели, которые показывают, пытаются предсказать, как одно, но один параметр влияет на другой параметр, да, ну и дальше на основании этих моделей можно оценивать вклад тех или иных факторов в изменение тех или иных переменных климата, в том числе температуры. Вот, понятно, что то, что я сейчас описал, это не очень строгая постановка эксперимента какого-то, да, вот, но можно строить модель, модель пытается предсказать, обучается на одних данных, дальше пытается предсказать другие данные, на основании этого мы смотрим, сколько модель хороша, вот, ну как в, не знаю, там, как в любой науке, да, мы на основании предварительных каких-то исследований и анализов мы выдвигаем гипотезу, как мы устроим, потом мы смотрим, там, где мы еще не проверяли, может ли наша гипотеза что-то предсказать, что-то неочевидное, что-то, чего мы еще не знали, если может, то, значит, это большой плюс этой гипотезе, вот, поэтому тут нет какой-то мистики или загадки о том, откуда это знают, вот, может быть, хоть я и не могу пойти и проверить правильность конкретной климатической модели, вот, если мы говорим про уже науку, то, ну, там, в 99% случаев, да, это просто вот, какой эксперимент нужен, понятно, и понятно, что его никто не делал. Вот если перейти немного к теме популяризации науки, тоже, ну, как бы, она близка к тому, о чем мы до этого говорили, про, так скажем, что общество знает о науке и про роль популяризаторов в этом деле, и про то, почему, вроде бы, там, за последние 10 лет в России просветительское, так скажем, количество информации о науке простым языком увеличилось, я не знаю, наверное, в сотни раз, огромное количество каналов, блогов, книг, да, ну, во всех плоскостях информация о науке стала неимоверным... Неймаркобесов увеличилось количество. В то же самое время, вроде, очень странная проблема, то, что общество, вот это такое ощущение, как будто бы, не становится более просвещенным, то есть нету, ну, с одной стороны, какой-то шкалу. А тогда вопрос, а как ты это измерил? Потому что нет, нет шкалы для измерения этого, но с другой стороны, ну, опять же, по примеру коронавируса мы можем видеть, что все не побежали. Конечно. Другой вопрос, побежал ли бы столько, если бы ничего не было? Да, если бы не популяризировали, да. Смотри, ну, возьмем какой-нибудь супер популярный YouTube канал, как-нибудь связанный с научпопом, да, вот кого бы ты назвал, кто у вас, вот прям, самые популярные околонаучные блогеры? кто? Самые популярные? Кто? Топлис. Топлис, топа, Артур Шарифов. Да. Да? Кто еще? Хорошо. Сколько просмотров набирает топовый ролик? Топовый миллион, наверное. Десять, до десяти могут миллион. Все. Это пиковый. Пиковый, какой-нибудь, какой-нибудь, даже вот у Димы Побединского, там, три с половиной миллиона, четыре миллиона, да. Значит, какой-нибудь самый хайповый ролик, скорее всего, самый хайповый ролик не обязательно будет сам содержательным, как мы знаем. Значит, какую-нибудь хайповую тему, ну, вот эти вот, например, там, на Сайване самый популярный ролик, типа, там, что-то, типа, десять невозможных двигателей, там, разбираются в Вишне, ну, то есть, понятно, что это прикольно, но, как бы, это на самом деле, толку от этого особо нет. Толку от этого в плане просвещения населения не очень много. И, то есть, это очень частая ситуация, что набирает много просмотров, ну, ролик, не самый, скажем, содержательный. Вот. Содержательные ролики, ну, несколько миллионов набирают. Причем, надо понимать, да, что это же примерно пересекающаяся аудитория. Вот люди, которые... Ну, плюс нас, да. Вот, соответственно, а в России 150 миллионов человек. То есть, даже если в своем цифре, допустим, вот есть 10 миллионов людей, которые активно смотрят научно-популярные ролики, они просвещаются, они знают все и про вакцины. Положим, что у них не только хайповая информация доходит, но вообще вот все доходит, прям все доходит. Ну, вот есть 10 миллионов и 150 миллионов, это каждый, там, 15-й. Вот, ну, естественно, если напишешь на Яндекс.Дзене на каком-нибудь комментарии про то, что нужно прививаться, то ты получишь один лайк и 15 дизлайков. Ну, то есть, когда ты перейдешь на ту аудиторию, которая презентативна популяция, а не на ту аудиторию, ну, например, с Яндекс.Дзеном может быть не очень удачный в плане презентативности, там он смещён в другую сторону, вот, как показывает опыт. Но тем не менее, просто Яндекс.Дзен это единственная площадка, у меня есть там блок, где на какой-нибудь мой пост может быть на, реально на 10 лайков, ну, там, условных, там, тысяча дизлайков. Просто, то есть, ты пишешь научно-популярную статью, которая в научно-популярной среде набирает, там, огромное количество, то есть, все комментарии, типа, вау, крутая статья, там, типа, человек вообще не верит в рептилоидов, там, сжечь эту ведьму, вот, в джинсах, да. То есть, вот, вот такая тема. Так вот, и, поэтому, мне кажется, что эти вещи, они не противоречат друг другу, то есть, действительно, есть, можно зафиксировать, численно, это очень легко, динамику роста научно-популярного движения и популярности научно-популярных роликов и заинтересованности людьми наукой и можно увидеть расширение аудитории этих людей, я вот иду по улице, меня узнают, я шел сюда, меня в метро узнают, какая-то девушка, вот, подошла, улыбнулась, поздоровалась. Вот, это ощущение, оно очень заметно, этот рост, экспансия, оно очень заметно, но все равно эта экспансия, такой вот пузырь на фоне вот этого огромного гигантского мира, которым является вся Российская Федерация. Ну, ты говоришь про то, что просто аудитория просветительских каналов, блогов, проектов и так далее просто очень малодна для общей популяции. Нужно ли для этого вводить государственное регулирование просвещения стране, тем самым, так скажем, стандартизируя и выводя на качественно новый уровень и в масштабе? Конечно же, нет, потому что, во-первых, тот рост, который мы видим, он был обеспечен в условиях отсутствия какой-либо такой регуляции. этот рост, так скажем, может быть зачатки, а потому что просто ничего не было, так скажем, низкая база. рост очень впечатляющий, он продолжается, он никуда не вышел, ни на какое плато, и это ощущается, это заметно, это здорово, и не нужно это ломать. И если бы государство было заинтересовано в том, чтобы сделать людей более образованными, то влиять нужно на две вещи. Первое, это школы, и второе, это телевидение, массовые средства коммуникации. В школах что можно сделать? В школах нужно делать предмет, который я бы назвал что-нибудь типа основы научного критического мышления или фактчекинга, или чего-то в этом роде. Во-первых, где учили бы не только тому, как выглядит научное исследование нормально, как проводится эксперимент, это можно научить, и как его ставить. Это полезно абсолютно всем, потому что каждый человек в каждом разе просто сталкивается с тем, что кто-то пытается что-то сказать, и нужно ответить на вопрос, откуда вы это знаете. Если человек не знает, как ставится исследование, как они проводятся, то он это просто не задает, если он не знает. То есть, ну, как та же история с астрологией. Почему у всех людей не возникает вопрос, откуда астролог, который рассказывает про День собаки, знает что-то про День собаки. Им можно было бы избирать большого количества обмана и самообмана. Ну и как пользоваться научными базами данных, как нормально гуглить, как получать информацию из интернета и не попадать на сайты к мошенникам, и не отдавать им данные свои кредитные карты, прописки и прочего. В общем, мне кажется, что мог бы быть очень полезный курс такого вот критического мышления для всех в школах. Это первое. И вторая вещь это телевидение. С телевидением, ну, камон, вот я, например, очень легко себе представляю, что по центральному телеканалу при желании могла бы быть передача, где в очень доступной форме транслировали бы самый качественный современный научпоп в его лучшем виде. Можно при желании посадить там злого какого-нибудь критика, который бы проверял, что популяризаторы не врут. Вот, пожалуйста. И делать качественный контент, который бы рассказывал людям про прививки. Не это вот ток-шоу, где, значит, позвали одного доктора наук, другого доктора наук, у этого липовая диссертация, но никто об этом не знает, у этого нормальная, но они противоположны в точек зрения, и они... И побежает тот, кто больше... И побежает тот, кто громче олёт, да. Нет, не такой формат, когда есть эксперт в компетентности, которого нет сомнений, который ещё прошёл, значит, дополнительную модерацию, и он рассказывает понятным языком, доступным языком важнейшие вещи. Вот пример. По первому каналу был Гинсбург, все мы знаем Гинсбурга, да, директора института Гамалеи, он рассказывал про то, как важно прививаться, что он сам привился, что прививка работает. Где? Ну, во-первых, не знаю, где, может, от этого был эффект. Может быть. Но, опять же, тоже, ведь позвать эксперта, чтобы он сказал что-то, это не то же самое, что сделать качественный научпоп. Естественно, да. То есть, можно позвать самого крутого в мире Нобелевского ряда, Уотсона, рассказать про ДНК. Джеймс Уотсон, он, блин, ее открыл, да, никого круче, кто может сказать про это, вы не найдете. Много ли людей поймет то, что он скажет? Вот. И совсем другая задача популярно донести до широкой аудитории. Какие слова подобрать, какие аргументы привести, на какие вопросы ответить? Вот в этом, мне кажется, разница. И, собственно, передача должна пусть, пусть тот контент, который там сделан, транслируется и озвучивается экспертом, но это не значит, что там не должно быть сценария грамотного прописанного для того, чтобы всем донести. Вот у меня просто ты говоришь про то, что нужна такая передача и делаешь упор на качество. Вот. Как сразу появляется одна проблема. Первая проблема, то, что такую передачу нужно тогда на каждом телеканале, либо, не знаю, на половине из них. Нужно еще на радио такие передачи, тоже на каждой второй радиостанции. Потом, кроме телевидения, у нас есть интернет, значит, там нужно запретить какой-то, ну, либо, окей, мы отказываемся от запрещения, мы говорим, что нужно больше научить папу в интернете. Ну, вот, я боюсь, что слишком многого было. Одной телепередачей проблем не решить. Это раз. Дай, 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 скажу. И вторая проблема, это что, если мы говорим про качество и популярность, вот есть качественное, например, канал, где приглашает экспертов, и они на белом фоне в течение 15 минут говорят о чем-то очень умном, и это видео набирает там 10, 15, 20 тысяч просмотров. А есть видео того же самое утопе шоу, набирает 5 миллионов, но там без каких-то сложных таких деталей и подробностей, более развлекательные и так далее. Вообще-то у него эти бывают очень крутые подробности. Нет, я не понимаю, что там плохо, я говорю про то, что уровень, то есть слово качество, оно здесь немного размывается. Окей, я подчеркиваю про то, что это должно быть доступно для широкой аудитории. И ну вообще, то есть, опять же, вот, предположим, что я стал императором Палпатином России, и мне дали экстренные полномочия просветительские. У меня был такой вопрос. А, у тебя был такой вопрос. Вот, экстренные просветительские полномочия в условиях коронавирусной эпидемии. И я должен максимально повысить, да, максимально повысить долю привитых. Ну вот, я написал недавно пост, 220 аргументов противников прививок с разбором. Пост, там, у меня уже в ВК несколько сот тысяч просмотров, что-то такое. Вот, его уже перепечатал, это только в ВК, там еще есть фейсбук, есть ЖЖ, его там уже перепечатываю четыре издания, вот, ну, или собираются перепечатать. Спрашиваю меня, можно ли я всем разрешаю. Вот, и там, как бы, я специально убью, там нет никаких ссылок на научные исследования, кстати, никаких, ничего, никаких сложных слов там нет, просто вот, как работает вакцина, типа, сколько людей умерло от коронавируса, сколько умирают от ВИЧ и туберкулеза. Какие-то, ну, наглядные, простые вещи. Берем, не ограничимся двадцатью такими аргументами, добавляем, я, в принципе, мог бы написать по сорок, просто он бы был затянутый, да, берем, значит, сорок, пятьдесят аргументов таких вот, разбиваем на пять выпусков, по десять, ну, потому что внимание людей, оно ограничено. и вот вертим такую передачу, где, значит, просто вот этот текст повторяет для убедительности еще больше, да, и какой-нибудь доктор наук, который полностью существует, медицинских наук, нормальный, который с этим солидарен, и таких массы, естественно, найдется, вот, можно разных экспертов позвать, то есть, чтобы одно, а десять, десяток мифов разбирает, вот этот человек, десяток, другой человек, третий человек, и так далее, не по очереди зачитывать текст и пустить это по всем телеканалам. Ну, это еще и блогерам можно дать. И в повтор. Вот, то есть, чтобы каждый день, как социальная реклама, каждый, как социальная реклама, вот каждый день, значит, 15-минутная передача в разное время, в разных, на разных телеканалах, чтобы в итоге охватить, то есть, чтобы не было такого человека, который не натыкался на этот ролик. Мне кажется, такие видеоролики очень популярные, я постоянно по телевизору встречаю, что-то подобное, это моя селая, врачи, привейте сюда, мне кажется, это совершенно не поможет решить проблему. То, что я видел, значит, то, что я видел, это примерно так, типа, да, вступает, такой-то авторитетный человек, говорит, типа, я там, я появился, прививка, это хорошо, прививка не убьет вас, но это слишком, ну, просто, слишком просто, у противников прививок, у них есть их аргументы, они есть, надо эти аргументы адресовать, но иначе никак, тем более, что все они адресуемы, нет ни одного аргумента противника прививок, на который ничего нельзя сказать, на который нечего возразить, вот, и в какой-то момент, когда все эти аргументы будут разобраны, люди же их используют в дискуссиях, встречаются два человека, один против, другой за, они начинают спорить, чтобы у того, кто за прививки, у него были хороший ответ на все эти вопросы, заготовлены заранее, чтобы он этого размазывал просто в этом в дебате, и чтобы люди, ну, чтобы было видно, да, насколько эта позиция интеллектуально проигрышная. Ну, мне кажется, это очень высокие, так скажем, изначально базовые требования к человеку, то есть, он прям эти, ну, он должен воспринять эту всю информацию, он должен это разлировать, он и воспринимать это, ну, то есть, про споры, вот, тоже у меня был вопрос, и, окей, задам в самом конце, то, что, действительно, если есть ситуация, в которой человек сталкивается, ну, например, это может быть не кто-то совсем далекий для тебя, может быть, твой родственник, на который говорит, что, ни за что я никогда не буду прививаться, вот, потому что вся реклама и эти актеры, которые зачитывают с экрана, они куплены, люди умирают, вот, я прочитал, о чем ты говоришь, на Тронской земельщике, есть, а хотя вот сколько снимков из космоса, но, то, что можно, стоит ли вообще вступать в подобные споры и пытаться переубедить, или, это, просто вести, обязательно вакцинацию, второе, вариант Б, да, то, что, надо ли обычному человеку вступать как раз в подобные дискуссии, учитывая, что у обычного человека нет как раз вот такого пласта знаний. Тут у меня нету, то есть я уверен, что надо, а обычному человеку вступать в такие дискуссии, хотя бы потому, что через, люди, социальные существа, и людям очень некомфортно, когда они в межестве, да, вот, и чем больше людей с адекватной позицией гласно свою позицию выражают, потому что, с противниками привык, они просто, они же объединяются в сообщество, они орут на каждом углу, что, значит, какой-то геноцид происходит, там, и так далее, и так далее, нужно эту почву выбивать, вот, поэтому адекватным людям нужно высказывать, и защитить свою позицию в любой ситуации, чтобы люди, которые с мракобесной позиции, знали, что вообще-то говоря, кругом есть умные люди, которые над ними смеются. Ну что, я думаю, наверное, уже пора закругляться. Спасибо тебе, Саш, что пришел. Мне кажется, очень здорово поговорили. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Спасибо.